Вечерние новости на RTN. В студии Артем Андросов. Здравствуйте. О главных событиях расскажем прямо сейчас. В США есть план по Украине, который не подразумевает победы Киева в конфликте и предполагает территориальные компромиссы. Об этом заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый. По его словам, план Вашингтона по Украине предполагает несколько пунктов. Не допустить прямого столкновения Запада с РФ, но при этом не допустить российскую победу над Украиной, чтобы Украина сохранилась, пусть не в территории, но как суверенная независимая страна. Это цитата. Да, это план не о победе Украины, подчеркнул он, отметив, что упомянутый план США включает территориальные компромиссы. До этого глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что перспективы принуждения России к заключению перемирия военным путем выглядят весьма сомнительными. При этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Украине необходимо перенести боевые действия на территорию России. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньягу сообщил президенту США Джо Байдену, что израильская армия собирается нанести удар по военной инфраструктуре Ирана, а не по ядерным или нефтяным объектам страны. Об этом Нетаньягу сказал Байдену во время разговора, прошедшего 9 октября, сообщила со ссылкой на источники газета The Washington Post. Чиновник, знакомый с этим вопросом, сообщил на условиях анонимности, что Израиль ответит на недавнюю атаку со стороны Ирана таким образом, чтобы избежать политического вмешательства в американские выборы, намеченные на 5 ноября. Израиль собирается нанести удар по Ирану до выборов США, поскольку Тегеран может воспринять долгое отсутствие ответных действий, как слабость, сообщила неназванная собеседница газеты. Американский чиновник рассказал, что Нетаньягу занял более умеренную позицию в вопросе удара по Ирану. Смягчение позиции Нетаньягу, пишет Washington Post, повлияло на то, что Байден решил поставить в Израиль систему противоракетной обороны ТААТ. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райтер. По указанию президента, министр обороны Лой Тостин санкционировал развертывание в Израиле батареи противоракетной системы большой дальности и экипажа из военнослужащих США, чтобы укрепить противовоздушную оборону Израиля после беспрецедентных атак Ирана 13 апреля и 1 октября, сказал он. Ранее об одобрении поставки ТААТ писала The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, численность американского контингента составит чуть менее сотни человек. Об обсуждении этого вопроса в Белом доме накануне писала The Times of Israel. Как уточняли издания Ynet и израильский 12 канал, размещение в Израиле системы ТААТ рассматривается в рамках подготовки к возможной атаке Ирана. Северная Корея взорвала часть дорог, соединяющих страну с Южной Кореей, сообщает агентство Ренхаб, ссылаясь на заявление Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи. По их данным, северокорейские военные сегодня произвели взрывы, направленные на перекрытие двух дорог – линии Кёнысон и Тонхэ, проходящие вдоль восточного побережья Японского моря. Южнокорейские военные, согласно заявлению штаба, не пострадали. Они ответили выстрелами к югу от демаркационной линии, разделяющей две Кореи. КНДР предупредила ранее в октябре, что собирается полностью отделить территорию Северной Кореи от Южной. Официальный Пхеньян заявил, что предупредил о своих планах американских военных, чтобы избежать случайных конфликтов. Северная и Южная Корея связаны автомобильными и железными дорогами, которые в прошлом рассматривались как символы сотрудничества двух стран, пишет Ренхаб. Правительство Венесуэлы аннулировало паспорта десятков журналистов и активистов после того, как летом Николас Мадуро был объявлен победителем президентских выборов, сообщают СМИ. По мнению правозащитных организаций, это свидетельствует о растущей кампании репрессий против критиков Мадуро. Газета Financial Times сообщила в субботу со ссылкой на венесуэльскую организацию Лабораторию Депас, что по меньшей мере у 40 человек, в основном журналистов и активистов, паспорта были аннулированы без каких-либо объяснений. Правозащитная организация сообщила, что у людей забирали паспорта, когда они пытались сесть на рейс в главном аэропорту страны. Я напомню, венесуэльская оппозиция отвергает утверждение о победе Мадуро. Десять латиноамериканских стран и правительство США также заявили, что не приемлют решение Верховного суда Венесуэлы, подтвердившего заявление Мадуро о победе на выборах. По данным Комитета по защите журналистов, после выборов в стране было арестовано более 2000 журналистов, активистов и антиправительственных демонстрантов. Лабораторию Депас предположило, что число людей, чьи паспорта были аннулированы, вероятно, гораздо выше, поскольку многие венесуэльцы, вероятно, боятся сообщать о подобных инцидентах. Полиция Нью-Йорка задержала 206 участников пропалестинских протестов. Они устроили забастовку у здания фондовой биржи с требованием прекратить поставки оружия Израилю и остановить военную операцию Цахала в секторе Газа. Как сообщило агентство Reuters, протестующие скандировали «пусть Газа живет» и «прекратите финансировать геноцид». Никто из протестующих не смог зайти в здание биржи, но некоторые проникли за ограждением. В то же время рядом небольшую акцию организовали произраильские активисты, шедшие по улицам с флагом Израиля. Протесты состоялись спустя неделю после годовщины вторжения Хамаса на территорию Израиля. В тот день палестинские боевики похитили и увезли в анклав 253 израильтянина. В результате атаки погибли 1200 человек. По данным палестинской стороны, число погибших в секторе Газа с начала войны превысило 42 тысячи. Президент Джо Байден побывал во Флориде, где осмотрел ущерб от урагана Милтон, второго за последние недели обрушившегося на этот штат. Милтон, в результате которого по меньшей мере 17 человек погибли, пришел на юго-восток США почти сразу после урагана Хеллин. Электричество до сих пор не подается во многих пострадавших от стихии районах. Сегодня школы, колледжи, университеты в Центральной Флориде не работают. Некоторые компании после затопления все еще не могут привести офисы в порядок. Сотрудники остаются без работы. Президентский вертолет пролетел вдоль западного побережья Флориды, от Тампы до Санкт-Петербурга. Во время воздушного осмотра Байден увидел города, пострадавшие от шторма, и поврежденную крышу бейсбольного стадиона Тампа-Бэй-Рейс. Президент проехал через районы у пляжа Сент-Пит, где улицы до сих пор завалены мусором и упавшими от ветра пальмами. А во многих домах ураганный ветер повредил стекла и гаражные двери. Куча матрасов, облицовочных панелей, диванов, микроволновок, подушек и сломанных кухонных шкафов валяются вдоль дорог, которые все еще частично завалены песком. Байден прошел через эти улицы вместе с сотрудниками служб экстренной помощи. Здесь произошло много разрушений, и к разбору завалов подключилась береговая охрана и пожарная служба. Это действительно ужасная ситуация. Я во Флориде второй раз за последние две недели, чтобы оценить ущерб от очередного катастрофического урагана. К счастью, воздействие шторма оказалось не таким катастрофическим, как мы предсказывали, но, учитывая предыдущие катаклизмы, ситуация продолжает ухудшаться. Все эти люди не только потеряли свои дома, но, что более важно, многие из них потеряли свои жизни, своих близких, все свои личные вещи. Целые кварталы оказались затоплены, и миллионы человек остаются без электричества. Джо Байден поблагодарил местных жителей за оказанную ими взаимопомощь в восстановлении после шторма. В такие моменты мы объединяемся, чтобы заботиться друг о друге, не как демократы или республиканцы, а как американцы. Американцы, которым нужна помощь, которые помогут вам, если вы окажетесь в такой же ситуации. По словам Байдена, подача электричества возобновлена для двух из примерно трех миллионов человек, оставшихся без света из-за урагана Милтон. Он добавил, что тысячи энергетиков из 43 штатов и Канады прибыли во Флориду, чтобы помочь восстановить местную энергосистему. Президент объявил о выделении 612 миллионов долларов новой федеральной помощи для людей, пострадавших от двух недавних ураганов на юго-востоке США. Мэр Сарасоте Лиз Алперт сказала, что восстановление займет много времени, поскольку власти продолжают работать не только над этим, но также организовывают доставку питания, воды и топлива. Губернатор Флориды Рон де Сантиас заявил, что не будет препятствовать восстановлению уязвимых для стихии районов. Звучит как шутка, но это лишь в очередной раз подчеркнуло его безучастный подход к проблемам ураганов в штате. Жители Флориды во многом не просто разочарованы, а обескуражены поведением губернатора. Я напомню, на прошлой неделе он призвал жителей, оставшихся в зоне эвакуации, написать маркером имена на своих телах. По заявлению властей, так спасателям было бы легче опознавать трупы. Хотя Милтон оказался не таким разрушительным, как первоначально прогнозировалось, аналитики оценили застрахованные убытки в 50 миллиардов долларов. Сейчас короткая реклама на RTN, после которой мы вернемся и продолжим выпуск.